Эта история началась в Сильвер-Сити, штат Нью-Мексико 25 июня 1947 года. Местный врач-стоматолог сообщил, что наблюдал в небе странный летящий предмет в виде тарелки и размером с половину луны. Два дня спустя в том же районе военные зафиксировали белый светящийся объект, пролетевший недалеко от ракетного полигона Уайтсенс. А вечером 4 июля над штатом разразилась сильнейшая гроза. Все вокруг освещалось вспышками молнии, раздавались оглушительные раскаты грома. Летние грозы – характерное явление в тех местах. Но фермеру Майку Брейзеллу из Розуэлла показалось, что среди раскатов грома был какой-то особенный звук, больше похожий на взрыв. На следующее утро он пошел искать овец, которые от страха перед грозой прорвали заграждение ранчо и разбежались. Но неожиданно наткнулся на дымящуюся воронку. По краям воронки были разбросаны какие-то куски непонятного материала. А на самых крупных обломках виднелись загадочные знаки, напоминающие цифры, сложенные в столбик. Спустя некоторое время находки стало известно властям. Воронка с обломками была оцеплена военными, а самого фермера отвезли на базу ВВС, где заставили подписать документ, как будто он ничего не видел, ничего не знает и обязуется держать язык за зубами. Тем не менее, по штату поползли слухи, что под Розуэлом произошло крушение инопланетного корабля. И на месте катастрофы, помимо останков летательного аппарата, были найдены тела пилотов странного вида человечки неземного происхождения. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной, и второй такой существовать не может. Слухи вокруг события в Розуэле продолжали расползаться по штату и за его пределы. Несмотря на предпринятые военными попытки засекретить факт крушения неопознанного летающего объекта, особенно бурно обсуждалась тема человечков. Некоторые утверждали, что их было трое, другие, что четверо. Есть и такие, кто озвучивает количество пять погибших. Слесарь, работавший на военной базе в Розуэле, утверждал, что видел, как санитары на носилках перенесли в госпиталь тела пришельца. Администратор того же госпиталя рассказывала, что помогала двум врачам в палате, где исследовались три инопланетных тела. Она точно запомнила, что у пришельцев было по четыре пальца на руке. Даже губернатор Нью-Мексико отметился сообщением, что видел четырех маленьких мужчин. Один из них был жив. Чиновник утверждал, что у них были большие головы, большие глаза и маленький, как щель рот. Дальше больше. Стали привлекать журналистов, стали привлекать кинооператоров, фотографов профессиональных. Ну, была игра хорошая. А потом, когда поняли, что могут за эту игру получить по шапке, от вышестоящих, там, вплоть до ближайшего окружения президента страны, и вдруг все замолчали, а, и народная молва, значит, сразу, что-то тут не то. Значит, что-то раскрыли. После того, как история в Розуэле стала выходить из-под контроля военных, агенты ФБР резко вмешались в репортерскую кампанию вокруг крушения инопланетного корабля и пригрозили журналистам страшными карами. Очевидцы были вызваны на допрос, где подписали признание, что отказываются от своих слов. Последний слух, который совсем недолго ходил по Розуэлу, был таков. На базу приземлился военно-транспортный самолет. На его борт, в режиме строгой секретности, погрузили ящики с обломками таинственного объекта, обнаруженного на ранчо фермера Майка Брейзела, и капсулы с каким-то биологическим материалом. Капсулы были привезены из местного госпиталя. После погрузки самолет сразу взлетел и взял курс на Неваду. Так называемый Розуэльский инцидент вскоре был забыт. А через несколько лет в Неваде, близ озера Грумли, начались секретные строительные работы на авиабазе Неллис. К концу 1951 года стройбат закончил свою работу. И на его место прибыла команда, носившая кодовое название «Красный свет». Команда состояла из 800 человек. Все они жили на базе. Объект был окружен тройным кольцом охраны. Небо над базой контролировалось несколькими батареями ПВО. Затем появились люди в гражданской одежде. Это были ученые, имевшие допуск к работам с самой высокой степенью секретности. Некоторые из них до этого трудились над знаменитым проектом «Манхэттен» по созданию атомного оружия. В документах бывшая авиабаза стала именоваться «Зоной 51». Сразу поползли слухи, что именно сюда были доставлены останки рухнувшего под Розуэлом инопланетного объекта. И не только его. По неподтвержденным данным, в период с 1947 по 1951 год в Аризоне потерпели аварию еще несколько НЛО. Этим тарелкам военные дали кодовое название «Элиан». Вот эти «Элиан» были перенесены, перевезены, доставлены, короче, в определенный район, в другой штат, в Неваду, в район Неллис, в район озера Крум-Лейк, который потом стал называться, условно, «Зона 51» по местной высотке с таким же наименованием. И у нас об этом знали тогда, но все это было секретно. Далее стала просачиваться информация, что сотрудники базы сумели частично восстановить разбившиеся инопланетные летающие объекты и даже попытались совершать полеты на них. По другой информации, корабли инопланетян были просто скопированы. Действительно, какие-то сведения просачивались с территории базы, несмотря на беспрецедентные меры по обеспечению режима секретности. Особо пронырливым репортерам стало известно, что в глубоких подземных ангарах «Зона 51» находятся три НЛО, два из которых были целыми, а третий – разобранным. Также просочилась информация, что в таинственных лабораториях, находящихся глубоко под землей, в особых атмосферных условиях, содержались два живых гуманоида инопланетянина. Один был одет в серебристый костюм, на другом – коричневый, обтягивающий комбинезон. Оба существа невысокого роста, серовато-белой кожей. Один, по слухам, умер в 1952 году, другой прожил еще восемь лет. На самом деле это были странные существа, такого бесполого образа, вида, которые хранились там и исследовались на протяжении нескольких десятков лет, начиная с 1947 года, когда произошла авария летательного аппарата, летающей тарелки. Чтобы попытаться максимально закамуфлировать истинную задачу базы у высохшего озера Громлейк, военные решили провести так называемую «Операцию прикрытия». На аэродроме был создан летно-испытательный институт авиаконцерна «Локхет». В 1955 году здесь начались испытания легендарного летающего шпиона У-2. Это тот самый самолет, который 1 мая 1960 года вторгся в воздушное пространство СССР и был сбит над Свердловском новейшей в то время советской зенитной ракетой. Территория Зоны 51 как нельзя лучше подходила для постановки на крыло новейшей авиационной техники. Безжизненный лунный ландшафт на высоте 1500 метров. Абсолютно гладкое 5-километровое русло высохшего озера, отрезанного от внешнего мира высокими горными хребтами. Полеты гражданских самолетов были запрещены здесь еще в середине 40-х годов в связи с проводимыми в удаленных районах Невады ядерными испытаниями. Но когда кто-то из обычных летчиков с других авиабаз случайно попадает в пространство над Неллис, случайно там или не дай бог совершит посадку, то они потом проходят буквально все круги ада для того, чтобы выбраться оттуда. Дают десятки подписок о неразглашении, и копии этих бумаг всех видели журналисты, ученые всего мира. То есть это еще раз доказывает то, что там проходят какие-то секретные эксперименты, испытания. О том, что в Зоне 51 испытываются инопланетные аппараты, потерпевшие крушение в конце 40-х годов в Аризоне и Нью-Мексико, в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузе. Целью программы, по его словам, было создание авиационных двигателей, аналогичных тем, что установлено на летающих тарелках. Через увеличительную оптику НЛО над Громлейком не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде. Попросив не называть их фамилии, специалисты авиабазы Неллис рассказывали, что на экранах радаров не раз наблюдали, как объекты, летающие с немыслимыми скоростями над зоной 51, внезапно, как по команде, останавливались и зависали в воздухе. То же самое наблюдал и оператор мощной радиолокационной станции из Лас-Вегаса. Вот типичные высказывания людей, работавших в Неваде. У нас там есть вещи, которые в буквальном смысле слова не из нашего мира. Мы работаем с такими невероятными проектами, что режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас позеленел бы от зависти. А бывший президент компании Lockheed Advanced Development Бен Рич, который стоял у истоков создания зоны 51, был предельно лаконичен. НЛО существует, как построенное человеком, так и внеземное. Причем некоторые инженеры, которые разработали такие технологии, как, например, стелс, то есть самолеты-невидимки, однозначно намекали на то, что все идеи были взяты от пришельцев. Скорее всего, той самой тарелки, которая упала в Аризоне, как раз говорят, что именно благодаря исследованиям этой тарелки и появились кое-какие наши прорывные проекты с точки зрения физики и электроники, как там прорыв в полупроводниках, в мобильных телефонах, в каких-то видах связи новых, которые и в самолетостроении, и в ракетостроении. Информация о зоне 51, просочившаяся в печать, вызвала огромный интерес. И любители сенсаций потянулись в этот богом забытый уголок Невады. И тут они столкнулись с парадоксальной ситуацией. Несмотря на официальные заявления об отсутствии каких-либо секретов, попасть в этот район было невозможно. Круглосуточные патрули. Территория, огороженная колючей проволокой с подведенным электричеством под высоким напряжением. Письменные предупреждения. Недвусмысленные угрозы охранников явно свидетельствовали, что здесь происходит нечто неординарное. Это возбудило еще большее любопытство. Дело в том, что разная степень допуска была у ученых и у журналистов к этой теме. Это очень показательно, потому что это свидетельствует о том, что правительство и люди, которые были причастны к этому всему таинственному действу, они весьма по-разному в разные времена относились к этой проблеме. То есть такое ощущение, что когда-то это было как бы открыто все и все известно, а когда-то вдруг все это закрывалось, покрывалось таким флером, муаром жуткой секретности. Скрывать проводимые на секретной базе испытания становилось все труднее, поскольку сблиз лежащих гор зоны 51 просматривалось очень даже неплохо. И тогда военные потребовали у правительства расширить территорию объекта, включив в него все окрестные возвышенности, чтобы, как было написано в заявке, предотвратить дальнейшую угрозу национальной безопасности. Конгресс внял несокрушимой логике военных и дал согласие. С 10 апреля 1995 года горы, так беспокоящие секретные службы, стали законной территорией зоны 51. По существу это стало первым официальным признанием того, что таинственная база существует. И дотошные журналисты, и фанатики, и уфологи все эти годы говорили правду. У общественности затеплилась надежда, что в соответствии с законом о 25-летнем сроке секретности она более подробно узнает о загадочной базе. Но никто никому ничего открывать не собирался. Некоторые материалы дошли до нас, но в основном, конечно, постарался бывший физик, который там работал, Боб Лазар, Роберт Лазар, который написал книжку, которую удалось достать и прочитать. А потом она даже переведена в 90-е годы в России, в Москве. Физик Боб Лазар с декабря 1988 по апрель 1989 года возглавлял экспериментальное отделение в зоне 51 и работал на объекте, известном под кодовым наименованием С-4. Приглашение Лазара на эту работу стало для военных меры вынужденной и недостаточно проработанной. Дело в том, что в мае 1987 года при попытках вскрыть реактор одной из тарелок в вертикальной шахте ядерного полигона произошел взрыв. Погибли трое ученых. Нужна была замена. Среди прочих выбор пал и на молодого физика, который до этого работал над секретными программами в Лос-Аламосе. По свидетельству Лазара, программа на объекте С-4 состояла из трех проектов. Проект «Помощник», в рамках которого разрабатывалось лучевое оружие на нейтронах, фокусируемых специальными гравитационными линзами. Проект «Зеркало», позволяющий заглянуть в прошлое. И третий проект — «Галилей». Как раз к нему Лазар имел самое непосредственное отношение. Это была работа по воссозданию антигравитационных двигателей. Технологию этих двигателей передали существа из бинарной звездной системы, которая удалена от Земли на расстояние в 30 световых лет. Самих инопланетных существ на объекте С-4 физик не видел, но его познакомили с весьма любопытными документами. В толстых папках, которые показали Лазару коллеги, находились черно-белые фотографии погибших инопланетян, а также медицинские заключения об их вскрытии. Согласно описанию, у существ была сероватого оттенка кожи и крупные головы с большими менделевидными глазами. Волосяной покров отсутствует. Погибли ли эти гуманоиды сами или были умерщвлены? Об этом ученому ничего не сказали. На самом деле информация об этом очень ограничена. И то, что доходило до нас и до уфологов, которые этим занимались, и по данным, которыми мы обменивались с американскими нашими коллегами, речь шла о каких-то живых существах, живых, которые находились в каком-то, были погружены в какое-то состояние пограничное, непонятное, полуживое, полумертвое. Но, тем не менее, даже трудно о них было говорить, живы ли они или нет, потому что все функции их организмов были неизвестны, как они действуют и работают, потому что у них было все другое. Обо всем этом весной 1989 года Роберт Лазар поведал с экранов телевизоров, после чего к журналисту Джорджу Кнайпу, вытащившему на свет эту историю, стали обращаться десятки новых свидетелей, которые не только в деталях подтверждали рассказ молодого физика, но и значительно дополняли его. Пилот-испытатель, а впоследствии проектировщик высокого уровня секретности Билл Юхаус, в декабре 1995 года признался, что в течение нескольких лет участвовал в разработке тренажеров для американских летчиков, позволявших им научиться летать на захваченных НЛО. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Даррик Хеннесси, в 1982 году служивший на этом объекте, обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян. Стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 сантиметров стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковые, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посередине были прикрыты кольцом из алюминия. Цилиндры стояли на постаменте из черного полированного камня высотой 30 сантиметров. И были заполнены раствором, в котором плавали тела. На все эти новые свидетельства американские власти отреагировали весьма оригинально. Они решили взять инициативу в свои руки и рассекретить документы ЦРО. И что же было представлено публике? В 400-страничном докладе нет ни одного упоминания о НЛА. База, как свидетельствуют документы, использовалась исключительно для испытания секретных военных самолетов, включая первые самолеты-невидимки, неуловимые для радара. Их, как прокомментировали представители спецслужб, и принимали за инопланетные корабли. Доклад этот уфологи признали как самый настоящий отвлекающий маневр и категорическое нежелание раскрыть истинную тайну зоны 51. И, судя по всем признакам, эта тайна еще долгое время будет считаться самой охраняемой в мире. 17 марта 1966 года жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Очевидцы описывали увиденное по-разному, но, несмотря на расхождение в деталях, общая картина небесного происшествия в рассказах людей имела схожие черты. Разрезая тучи, вверх поднималось нечто большое и яркое, а потом от этого нечто отделился кусок, который резко пошел на снижение. Наиболее зоркие разглядели даже сноп огня, исходящий от неопознанного летающего объекта. Некоторые очевидцы отправились в сельсоветы и районное отделение милиции, чтобы заявить о странном происшествии. Там только развели руками, но решили позвонить в областной центр на всякий случай. В Архангельске сообщение об НЛО назвали бредом и посчитали свидетельство местных жителей массовым проявлением галлюцинации и мерячения, то есть странного психосоматического заболевания, присущего для данного региона Русского Севера. Здесь испокон веков происходило много загадочного и непонятного. При этом в некоторых глухих уголках до сих пор бытуют традиции шаманизма. А исследователи уже много лет безуспешно пытаются приподнять завесу тайны над древней историей края. Это место, оно, в общем, такое в некотором смысле сакральное, потому что находится рядом с территорией или на территории, где когда-то население Гипербореи переходило на нынешний, вот, так сказать, материк. Это территория нашей далекой-далекой прародины, очень далекой. Здесь очень много необычных, с одной стороны, геологических структур, а с другой стороны, останков, ну, каких-то, как мы называем, языческих памятников. Курганы, которые, как оказывается, пирамиды, спирали, как оказывается, так сказать, для исполнения различных мистических обрядов с целью, там, какой-то, так сказать, да, подземные коммуникации, пещеры. Нельзя сказать, что местных жителей устроили объяснение чиновников из областного центра. Тем более, что увиденное 17 марта 1966 года необычное явление в небе не оказалось единственным. Что-то похожее происходило и раньше, а такое, совсем яркое и громкое, смутило всех окончательно. При этом у многих очевидцев уже не было никакого сомнения в том, что эти объекты искусственного происхождения. Только какого? Земного или инопланетного? А тут еще стали поступать похожие сигналы совсем из других мест и от людей, которых нельзя обвинить в отсутствии здравого смысла, хотя бы в силу их профессиональной подготовки. Полгода спустя о загадочном видении в небе сообщил пилот пассажирского самолета компании «Аэрофлот», когда борт готовился к посадке в подмосковном аэропорту Шереметьево. При докладе на разборе полета летчик доложил. В 23.45 по московскому времени при заходе на взлетно-посадочную полосу наблюдали необычное явление. Огненная точка поднялась над горизонтом, некоторое время летела параллельно нашему курсу, затем резко ушла вверх. В тот же день и точно в такое же время странное явление в ночном небе наблюдали ученые-физики, которые находились на рыбалке в Шатуре. Это тоже Московская область. Около полуночи, как они описывают события, на северо-востоке над горизонтом двигалось что-то необычное. Из светящейся точки исходило пламя. Представить себе, что это летающая тарелка, физикам было невдомерно. Явление напоминало пуск космической ракеты. Но увидеть такое в Подмосковье невозможно. Единственный космодром в Советском Союзе находился в Байконуре, а это Казахстан, Средняя Азия и до Москвы более 2500 километров. Само собой разумеется, что точно такое же явление, но только совсем рядом, практически над головами, было замечено и жителями центральных районов Архангельской области. И они вновь стали обращаться к местным властям, заявляя о своем беспокойстве по этому поводу. Тем более, что случаи, очень похожие на какие-то эксперименты, и, по всей видимости, связанные с чем-то космическим, стали происходить все чаще и чаще. Условно, во времена Леонида Ильича Брежнева, конечно, что позже, чем 50-е годы. Но просто вот количество таких сообщений настолько возросло, что пришлось представителю специальных органов этим реально, конкретно заниматься. Возглавить определенную группу аналитическую, которая, значит, вот сверяла и имела право получать информацию и о пусках, и вот анализировать некие свидетельства. Безусловно, компетентные органы серьезно забеспокоились появившимися слухами о неких загадочных объектах в небе. Заставить молчать случайных очевидцев было чрезвычайно трудно. Если где-то на севере начал функционировать некий таинственный космодром, то над режимом его секретности могла нависнуть серьезная опасность. И основной источник такой опасности – те самые распространяемые очевидцами рассказы о необычных явлениях в небе. Не зря в годы Холодной войны очень популярной была поговорка «Болтун – находка для шпиона». Известно, что спецслужбы зарубежных государств целенаправленно собирали и анализировали самые разнообразные слухи, проявляя особый интерес к сообщениям о загадочных и таинственных происшествиях в российской глубинке. Например, к ярким вспышкам над горизонтом, сопровождаемым жутким грохотом, к стремительным перемещениям в небе странных объектов, необъяснимым атмосферным аномалиям. Неподготовленный человек однозначно воспринимает это как нечто необычное. Естественно, об этом стремится рассказать. И вот эта информация распространяется в виде слухов, причем приукрашается все время, приукрашивается, обрастает какими-то подробностями. К этим неподготовленным людям, как ни странно, относятся и летчики гражданской авиации, и даже боевые летчики, которые просто по своим, так сказать, инструкциям, не посвящены в дела космодрома. Это продолжалось, кстати говоря, и в 80-х годах, и в 90-х даже. Интересно, что когда создавался первый в Советском Союзе и мире космодром Байконур, для того, чтобы ввести в заблуждение иностранную разведку, одновременно с настоящим объектом начали возводить ложный. Место для фиктивного космодрома выбрали рядом с горным хребтом Алатау. Туда в 50-х годах прошлого столетия завезли доски и бревна, и из них стали строить макеты стартовых устройств. Иностранные спецслужбы быстро сообразили, в чем дело, и интерес к деревянному космодрому потеряли. Несмотря на это, объект считался секретным и строго охранялся до начала 70-х годов. Настоящий же Байконур еще долго был надежно сокрыт от глаз шпиона. Городок, где жил обслуживающий персонал космодрома, находился примерно в километре от железной дороги. Но о нем даже не подозревали пассажиры, проносящихся мимо поездов. Расписание было составлено так, чтобы все составы проходили ночью. При этом жителям города было категорически запрещено зажигать в квартирах свет в темное время суток. Такой режим секретности создавался нашими спецслужбами неспроста. До того, как Байконур стал космическим портом, там была развернута первая в стране дивизия межконтинентальных баллистических ракет Р-7 с ядерными боеколовками. Сначала шли интенсивные испытания, а потом ракеты поставили на боевое дежурство. За данные о месте базирования дивизии, рискуя всем, чем только можно, охотилась иностранная и прежде всего американская разведка. Однако все шпионские страсти так же быстро потухли, как и разгорелись. Эти все страсти, они начались тогда, когда запуски на Байконуре практически три года уже как не велись. То есть все изделия Р-7, наши ракеты королевские, они уже в количестве достаточно большом, несколько тысяч штук уже были отстреляны к тому времени. И в 60-м году, когда знаменитый полет Пауэрс состоялся, и Хрущеву на Красной площади об этом, на трибуне Мозолея об этом доложили, то Пауэрсу, честно говоря, уже там нечего было смотреть и высматривать точнее, потому что все уже в Байконуре боевое было отстрелено. Байконур становился гражданским объектом. Интересный факт. Дивизия межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в Байконуре в один момент была свернута и исчезла. Когда это произошло? Есть только догадки. Еще большей тайной оказалось место новой дислокации. Аналитики Центрального разведывательного управления США оказались в полной растерянности. Не было никаких намеков даже хоть на какую-то территорию. А ракеты тем временем уже стояли на боевом дежурстве. Но где? За три года до провокационного полета американского самолета-шпиона над Казахстаном и Уралом, а точнее в январе 1957 года, вышло совершенно секретное постановление Совета министров СССР. Речь шла о создании специальной базы для первого в нашей стране соединения боевых межконтинентальных баллистических ракет. При этом Байконур рассматривался только как испытательный полигон, а не постоянное место дислокации. Главной же боевой площадкой для дивизии ракетчиков был выбран глухой северный район Архангельской области вдоль берегов реки Ямца, недалеко от железнодорожной станции Плесецк. Значит, чтобы найти такую гигантскую площадку, надо просчитать экономически. Это подвоз всего. От топлива до людей. Подвоз продуктов, подвоз какой-то техники. Поэтому это очень сложно. Это кажется, что у нас необъятные просторы, а вот просто вот выбрали. Не просто выбрали. Это в течение трех или четырех лет выбирали это место. Место для будущего стратегического объекта действительно выбирали с особой тщательностью. Скальные грунты, высокие обрывистые берега реки Ямца позволяли существенно снизить объем земляных работ и, следовательно, сократить сроки строительства. Выбранная площадка отвечала всем требованиям военных. В частности, густая непроходимая тайга и многочисленные озера, болотные топи и низкая облачность в этом северном крае облегчала маскировку данного объекта, стратегически важного для обороны всей страны. Еще один интересный момент. В выборе северного края для обустройства здесь сверхсекретной ракетной базы присутствовала немаловажная тактическая хитрость. Она касалась зоны проведения испытательных полетов. Для того, чтобы испытания держать в полной тайне, важно, чтобы никакие радиометрические и телеметрические комплексы потенциального противника не смогли засечь не только пуск, но и траекторию полета ракеты. По этому поводу военные провели самые тщательные математические расчеты. Весь полет боевых блоков, там, допустим, экспериментальные какие-то головные части, там, ступени последние, они где-то в районе Камчатки приземляются. И по дороге, если даже они собьются с курса, или если дальность, так сказать, меньше, это, в общем, такие труднопроходимые места, где особо свидетелей-то и нет. Он так специально был построен. Хотя с точки зрения, между прочим, энергетики, вот если говорить о космических запусках, он не выгоден. Чем ближе к экватору, тем, так сказать, энергии требуется меньше для вывода, там, на орбиту чего-то. Новый сверхсекретный ракетный объект в Архангельской области получил шифр «Ангара». Это тоже своеобразная маскировка. Кстати, степной Байконур также имел свое зашифрованное название – «Тайга». Если происходила утечка информации об этих объектах, то такие, образно говоря, неправильные топонимические названия просто сбивали с толку иностранные спецслужбы. Наступил 1959 год. Приблизительно тот период времени, когда первый дивизион баллистических ракет с ядерной начинкой мог неожиданно исчезнуть с космодрома Байконур. Значит ли это, что он в режиме строжайшей тайны переброшен на только что построенный объект «Ангара»? Примерно в то же время жители нескольких центральных районов Архангельской области начинают наблюдать странные явления в небе. Некоторые принимают их с испугу за кары Господня, а наиболее продвинутые – за инопланетные объекты. Есть предположение, что печально знаменитая группа туристов Дятлова, которая отправилась в поход по Северному Уралу, также столкнулась с этим странным явлением. Вполне вероятно, что люди погибли из-за того, что стали свидетелями упавшей на их палаточный лагерь части секретной ракеты, запущенной из Архангельской области. Роковым для группы туристов Дятлова из Свердловского политеха, которые там оказались, и которые, в общем-то, видимо, скорее всего, пали жертвой некой зачистки, которую проводили советские соответствующие органы по месту падения вот этих обломков. Действительно, чтобы сохранить втайне деятельность важнейшего стратегического объекта, компетентные органы вполне могли идти на крайние меры. Однако версия о том, что группа туристов, на которых свалилось что-то очень секретное, могла стать жертвой зачистки какого-то спецназа, подтверждений не имеет. Кстати о том, что соединение межконтинентальных ядерных ракет Р-7 находилось на боевом дежурстве в Архангельской тайге, заговорили в открытую только в 90-х годах. А до этого для граждан СССР сенсационным откровением стала публикация научного обозревателя главной партийной газеты «Страны правда» Владимира Губарева. Статья с названием «Место старта Плесецк» была напечатана 20 июня 1983 года и рассказывала о суровых буднях удивительного и никому неизвестного ранее Северного космического порта страны. При этом засекреченный космодром уже 20 лет, как запускал на орбиту Земли спутники, в основном военного назначения. Интересно, что до появления этого газетного материала даже жители Архангельской области не подозревали, что у нас в стране существует другой космодром, кроме ранее раскрытого Байконура. У нас секретилось практически все, это была добрая традиция со времен еще, ну, даже не Сталина, а даже еще со времен Владимира Ленина. То есть тогда уже все это закручивались гайки и становилась секретным практически половина Советского Союза. Однако вернемся к 17 марту 1966 года, когда жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Это явление отличалось от других, которые очевидцы наблюдали до этого. Яркий объект поднимался вертикально вверх, а не шел по наклонной траектории, при этом четко был виден огненный хвост. Что на самом деле это было, знали только люди, обслуживающие полигон Ангара и руководство страны. С объекта под Плесецком был запущен первый орбитальный спутник военного назначения. Режим секретности соблюдался безупречно, поэтому старт и вывод космического аппарата на геостационарную орбиту Земли никто не засек. А значит, место нового северного космодрома осталось нераскрытым. Военные были уверены в этом на все 100%. Но в строго соблюдаемый режим тайны вокруг загадочного северного космодрома в Архангельской области внезапно вмешался случай. Пуск секретной ракеты в космос состоялся в 13 часов 28 минут по московскому времени. По Гринвичу это 11 часов 28 минут. Именно в это время в небольшом английском городке Катеринг преподаватель физики в местной гимназии по имени Джеффри Перри сидел у самодельной радиоаппаратуры и ловил сигналы из космоса. Это было его любимым занятием. Многие радиолюбители в эпоху начала освоения околоземной орбиты с азартом следили за стартами космических аппаратов и даже пытались перехватывать переговоры космонавтов с центрами управления полетами. То есть возникали вот такие вот частные какие-то домашние кружки, объединения некоторых вот людей, помешанных, например, на радиоигре, на радиосвязях каких-то, вообще на радиоприемниках. То есть то, что у нас прошло по линии Досаафа, Савиахима, где-то в начале 30-х, в конце 30-х и в 40-х, и дальше уже в 50-х годах почему-то вот, можно сказать, что от нас, потому что мы были инициаторами этого по времени, перенеслось в Западную Европу. У Перри уже был достаточный опыт в слежении за космическими стартами. Он умел с большой долей точности определять, откуда был произведен пуск. Учитель Кеттерингской гимназии просто фиксировал радиосигналы, отраженные от космического аппарата, и по ним вычислял траекторию. 17 марта 1966 года Джеффри Перри сел к своей радиоаппаратуре безо всякой надежды обнаружить что-то необычное. Просто дежурное включение. И вдруг он начинает слышать сигнал. Опытного радиолюбителя провести было невозможно. Сигнал издавал спутник, которого раньше на орбите не было. Когда Перри стал вычислять траекторию полета, то пришел в недоумение. Космический аппарат не был запущен с уже широко известного космодрома Байконур в Казахстане. 14 октября того же 1966 года учитель физики обнаружил на орбите еще один новый спутник с несвойственным для старта в Байконуре наклоном орбиты. Далее нехитрый анализ позволил Перри вычислить точное расположение загадочного космодрома к югу от Архангельска. Таким образом, эта информация попала совершенно случайно, минуя какие бы то ни было разведывательные инстанции, попала, например, в журнал Flight International, который, естественно, распространялся по всему свету. И ошарашенные американцы увидели там статью о том, что какие-то странные объекты запускаются у нас с северо-запада Советского Союза. Получается, что секрет таинственного объекта ангара под Плесецком ни одна из иностранных разведок так и не смогла раскрыть. И если бы не случай с радиолюбителем из Англии, то тайна Советского Северного космодрома еще долго была бы за семью печатями. В нашей стране про Плесецк вообще узнали только спустя четверть века после того, как в далекой Архангельской тайге начали строить ракетный старт. Да и сейчас, когда все события, связанные с космосом, достаточно подробно освещаются средствами массовой информации, наш Северный космодром продолжает считаться одним из самых загадочных военных объектов на Земле. История Северного космодрома Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...